Первые девять лет осады Трои. Обрадовались греки, что окончилось их долгое плавание. Но когда подплыли ближе к берегам, увидели, что их ждало уже сильное войско троянцев под предводительством Гектора, могучего сына престарелого царя Трои Приама. Как было пристать грекам к берегу? Как высадиться? Герои видели все герои, что погибнет тот, кто первым ступит на Троянский берег. Долго колебались греки. Среди них был и герой Протиселарий. Он жаждал подвигов и готов был первым соскочить на берег и начать бой с троянцами. Не лишался же он потому, что знал предсказания. Погибнуть должен тот из греков, кто первый коснется ногой Троянской земли. Протиселарий знал это предсказание и Одиссея. И вот, чтобы увлечь за собой героев, но самому не погибнуть, Одисей бросил на берег свой щит и ловко прыгнул на него с корабля. Протиселарий видел, что Одисей соскочил на берег, но он не видел, что соскочил Одисей не на Троянскую землю, а на свой щит. Протиселарий решил, что один из греков уже коснулся первым Троянской земли. Жажда подвигов овладела Протиселаем. Все забыл он. Забыл он о родине, забыл и о прекрасной жене своей, юной Лаудамии. Соскочил с корабля на берег Протиселай и с обнаженным мечом бросился на врагов. Под тряс своим тяжелым копьем великий гектор и насмерк поразил он юного Протиселая. Мертвым упал тот на берег. Он первый обогрел своей кровью Троянскую землю. Греки дружно бросились с кораблей на врагов. Закипел кровавый бой. Дрогнули Троянцы, обратились в бегство.